Привет всем, поклонникам MicroStation и тем, кто только осваивает эту программу. С вами Николай Выглзов. Сегодня мы поговорим про основу визуализации, а именно как задать размер кадра для выполнения рендера. Не секрет, что успех хорошей визуализации состоит из нескольких компонентов. 3D-модель, постановка камеры, свет, материалы и посттрендерная обработка. Как выставить камеру для визуализации? Открою вам важную деталь о MicroStation. Окно вида в MicroStation – это и есть камера. Настройки окна вида, или другими словами, положения и параметры камеры, сохраняются через Save View, что позволяет установить множество камер в сцену и позволяет переключаться от одной камеры к другой. Важно! В одном окне вида может быть активна только одна камера за один раз. Итак, окно вида позволяет, как будто вы сами, будучи фотографом с вашим любимым фотоаппаратом, смотреть на модель с разных ракурсов. То есть в окне вида можно вращать модель, а также можно приближаться к модели или удаляться от нее. А задавая размеры и пропорции окна вида, мы определяем, сколько всего помещается в обзор камеры, или в кадр, находясь в точке обзора. Нужно помнить, что настройки камеры, или лучше сказать, размеры кадра, тесно связаны с пострадерной обработкой снимка. Как они связаны между собой, спросите вы? Ответ прост. Занимаясь постановкой камеры, как хороший фотограф, мы задаемся целью получить хорошую композицию кадра. То есть, выбрать правильный ракурс для объекта съемки, в зависимости от того, какой камерой и с каким объективом мы снимаем. Чтобы в кадр поместилось все нужное, и отсечь все ненужное. Существует отдельная тема про композицию, и об этом мы поговорим в другой раз. Сейчас мы с вами говорим про важный аспект. Это размер кадра. То есть его ширина и высота, или соотношение сторон. На то, где и как мы будем использовать полученный кадр, напрямую влияет размер и соотношение сторон кадра. Будет ли кадр использоваться, например, для видео в формате DVD 720x485, или HDTV 1920x1080, или это кадр для баннера 320x200, или же это будет кадр для печати на фотобумаге 813. Чтобы уменьшить время, затраченное на пост-ренерную обработку, например, чтобы не делать лишний раскроп, то есть подгонку кадра под размер, для этого мы и задаем размер окна вида, или размер кадра. Задать размер окна можно простым способом. Растягивая границы окна с помощью мыши. Такой способ удобен, но не дает четкого контроля. Другой способ через настройки меню Settings, Design File, View. Здесь указывается размер окна в пикселях. Это точная настройка, но далеко не самый быстрый способ. И еще можно задать размер окна через инструмент View Size. Этот инструмент расположен в группе задач Визуализация, View Size. Или эту же команду можно найти в меню Settings, Rendering, View Size. А также через Key In, View Size, Icon. Посмотрим, как работает этот инструмент. Включив инструмент View Size, первое, что запрашивает MicroStation, это для какого окна необходимо установить или изменить размеры. Для этого выполняем Data Click, левая кнопка мыши, в требуемом окне вида, например, окно номер 5. Небольшое отступление. MicroStation предлагает 8 окон для работы. Обычно 4 окна задействованы для стандартных видов при моделировании. Вид сверху, спереди, справа и изометрия. Несмотря на то, что каждое окно независимо друг от друга и может содержать каждое свои собственные настройки и размеры, я предпочитаю использовать первые 4 окна для моделирования, а пятые для визуализации. Итак, щелкнув в окне вида, например, окно номер 5, инструмент View Size показывает размер нашего окна. Теперь остается только задать размер окна. Можно выбрать из списка заранее заданный размер, например, 640x480. И подтверждаем изменение размеров Data Click внутри окна 5. Если желаемый размер окна превышает разрешение вашего монитора или требуется задать какие-то специальные значения, то в таком случае можно задать размер окна с клавиатуры в поля X и Y. На заметку. Задавая размеры окна, желательно учитывать соотношение сторон. Aspect Ratio. Например, картинка с соотношением сторон 3 к 2 обычно используется для печати фотографий на принтере, а картинку с соотношением сторон 4 на 3 используют для обычных телевизоров или компьютерных мониторов. 16 на 9 на широкоформатных телевизоров. Дополнительные параметры инструмента ViewSize. Первый. Proportional Resize. Работает это так. Например, вы хотите задать размеры окна 1920x1080. Но такой размер окна гораздо больше разрешения вашего монитора. В таком случае можно уменьшить размер окна, но сохранить пропорции. Выбираем Proportional Resize. Из списка выбираем HDTV 1920x1080. В поле X вводим новое значение, подходящее для вашего монитора. Например, 1024. И нажимаем клавишу Tab или Enter. В поле Y значение изменится автоматически. Новое значение 576. Сохраняя пропорции 1920x1080. 16 на 9. И дата клик в окне 5 для подтверждения новых размеров окна. И второй параметр Maintain View Parameters. Эта функция удобна, когда вы уже выставили камеру и все готово. Вот только размер окна чуть-чуть нужно было бы измерить. Тогда можно воспользоваться Maintain View Parameters. Выбираем Maintain View Parameters. В поле X вводим новое значение, например, 800. И нажимаем клавишу Tab или Enter. Значение в поле Y изменится автоматически. 450, если, конечно, установлен соотношение Proportional Resize. И дата клик в окне 5 для подтверждения нового размера. Окно изменит свой размер, но при этом сохранит расположение и другие настройки камеры. Настройки окна вида можно сохранить в Save View, чтобы можно было вернуться к этой камере в будущем. В будущем окно вида в MicroStation это и есть камера. Набор Save Views это множество камер в сцене. Только одна камера может быть активна в одном окне вида в один момент времени. Активировать Save View позволяет переключиться с одной камеры на другую. Размер и пропорция окна вида или другими словами камеры влияет на размер кадра полученного при рендере. правильно заданные размеры и пропорции окна вида помогает правильно поставить композицию кадра и уменьшает время на пост-рендеровную обработку. Ну вот и все про установку размера кадра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok